Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Задаем. Живу на Ставрополье. 15 октября посеял чеснок. Вот и лук, согласно совету. Хочу посадить ближе к зиме. Но у нас бывает осенью и зимой засуха. Стоит ли в декабре проливать почву, чтобы лук и чеснок дали корни? Ставрополье – это, конечно, юг России. И то, что задано вопросом, по существу автор сразу же дал ей ответ. Конечно, если бывает засуха, то стоит проливать почву перед посадкой этих культур. Потому что они укоренятся. И в условиях пониженных температур они будут наращивать корневую систему. А раз будет хорошая корневая система, значит, они дадут и хороший урожай. Если же они будут лежать в сухом виде, это, считайте, что они просто сохраняются. Большого урожая вы не получите. Поэтому ответ однозначен – поливать. Здравствуйте. Гниет чеснок, частично лук. Осенью заделываю сидираты. Весной замочила чеснок в Максим. Сгнила вся грядка. Подскажите, чем пролить почву с осени и как обработать весной? Ну, значит, раз гниет лук и чеснок, это говорит о том, что там завелся фузариоз или гниль донца луковицы. Это такая болезнь, которая приводит к повреждению из донца, загнивает и урожай пропадает. Сидираты здесь не помогут. Почему? Потому что тут как бы просматриваются две причины. Первая причина, что, по-видимому, участок влажный, где-то сырое место – это раз. Значит, там необходимо делать кратку приподнятую. И второй нюанс тут как бы прослеживается – то, что здесь почва явно закисленная. Закисленная почва, поэтому она приводит к появлению вот этой болезни. Значит, что необходимо сделать? Ну, во-первых, сидираты вы посеяли хорошо. Но для того, чтобы обеззаразить почву и сидиратами заодно, значит, можно пролить триходермой или сенной палочкой. Любой из своих препаратов поможет вам обеззаразить почву. А вот посадочный материал надо обеззараживать. Ну, как я уже говорил в одном из своих роликов, Максим – это слабоватый протравитель семян для любительского садоводства. Лучше всего взять ордан или оксихом. Разводим в той концентрации, как написано, для опрыскивания и замачиваем. Ну, для того, если у вас были проблемы с болезнями луковичных культур, значит, время выдержки от 12 до 23 часов. И только после этого мы высаживаем эти культуры на градку. Тогда они не будут повреждаться фузариозом, и вы будете иметь отличный урожай. Следующий вопрос. Сейчас хотела посадить чеснок. Копнула, а там какие-то маленькие червяки. На опарыша похожи, только чуть подлиннее. Ну, тут вопрос, конечно, это самое интересное. Почему интересное? Потому что опарыши, как мы называем, они характерны для мух. Для той же капустной мухи, морковной мухи, луковой мухи. Любая из этих мух откладывает яйца. Из яиц выводятся личинки, которые без рук, без ног, как говорится. Это самое похожее на опарыши. Ну, что необходимо сделать для того, чтобы не навредить и почве, и тоже компосту. Значит, берем аммиак. Обычный аммиак. Ну, только концентрация его 60 мл на 10 л воды. Раствораем в воде и обильно проливаем в эту компостную кучу. Иначе вы не уничтожите. Конечно, можно использовать какие-то химические способы, но потом эту химию будете вносить в почву. А аммиак – это самое такое простое решение этой проблемы. Он убьет, попадая в почву, водный раствор убьет этих опарышей. И ваша компостная земля будет чистая от вредителей. Как обезопасить сад от мышей? Ну, чтобы обезопасить сад от мышей, тут как бы есть два пути. Значит, первый путь, что вы можете обезопасить – это стволы. А стволы можно обезопасить очень просто. Берем обычную сетку овощную, в которой вы видели овощи продаются, и обматываем вокруг ствола. Обматываем вокруг ствола обвязываем шпагатом. Значит, такая защита ствола становится не только грызунам, тем же мышам, но такую сетку не грызут даже зайцы. Так что ваш сад будет обезопасен. Единственный нюанс, что эту сетку низ желательно вкопать в почву, чтобы она сантиметра 5 где-то была у почвы закопанная. Тогда и основание корней, и ствол будут защищены от грызунов. Ну, а чтобы уже детально разобраться с грызунами, ложим в отрезки железных труб или горизонтально, или пластмассовых, и туда закладываем приманки. Эти приманки в трубе они будут намокать, грызуны будут питаться и погибать. И ваш сад будет чистый от ушей. Чем обработать виноград осенью? Ну, для обработки винограда осенью, значит, ничего пока лучшего не придумано для частного садоводства. Это как медный купорос или бордоская смесь. Ну, медного купороса берется от 50 до 100 грамм. Зависит от наличия болезни, много или мало было на вашем винограде. На 10 литров воды. А бордоская смесь делается 5-процентная, то есть голубое опрыскивание. Ну, где-то 250 грамм медного купороса и 250 грамм извести. В такой пропорции все-то растворяется и сильно опрыскивается ваш куст. Соответственно, почва под ним. Обработайте, значит, и мильзию, и одиум, и целый раду их болезней уже не будут жить на вашем винограде. Всегда было интересно, куда крупные хозяйства одевают потом отработанный грунт? Ну, проблем с отработанным грунтом в крупных хозяйствах нет. Потому что тут есть, если хозяйство выращивает закрытую, вот и грунт имеет, значит, оно имеет и овощи открытого грунта. Отработанный грунт с-под помидора и огурцов прекрасно подходит под капусту. Под капусту рассыпают, капуста дает прекрасное урожае. Ну, если нет капусты, такой же грунт можно использовать под кукурузу. Кукуруза также имеет совсем другие болезни и вредители, чем вот такой грунт тепличный, поэтому она также дает хорошее урожае. Хорошо. И последний вопрос. Как вывести вьюн? Ну, как вывести вьюнок? Это многолетний корневишный сорняк. Ну, необходимо помнить, что его, что называют, ласковая берозка. Себли вырастают до 1,7 метра в длину, то есть почти 2 метра. Розовые красивые цветочки. Вот, ну, корневишный разоставится очень мощно. Значит, необходимо помнить, что уже 2-месячные сиенцы уже начинают ветвиться. Вот, и могут засорать наши посадки. Угол кущения вьюна находится на глубине 40 сантиметров. Ну, радикальное свойство, что докопаться на 40 сантиметров и отрезать от узла кущения. Ну, это не всегда возможно, поэтому будем использовать способ того истощения. Берем садовый штык и достаем, по возможности, сколько можем, эти корневища. Достаем корневища, достали, но они потом отрастают. Ну, постепенно сила растения теряется, корневища становится все меньше и меньше, потому что, ну, как бы ветвиться там 5-6 может быть, потом будет 2-3 отрастать, в конце концов растение погибнет. Ну, и второй способ, что еще в таких местах, где растет вьюнок, очень полезно, из таких доступных средств, это закрыть соломой. Закрыть соломой, под соломой начинают выпрывать, начинают погибать естественным путем. Ну, конечно, можно использовать химию, но химия используется только в том случае, если у вас нету других растений, там не растут на этом участке, это раз или уже в межсезонье. Убрали, например, тоже ранний картофель, дали возможность отрасти вьюнку, и после этого обрабатываем глифосфатами. Тоже Раундаб, Торнадо, Агрокиллер. Любой из препаратов можно обработать. Но, знайте, что одной обработки будет мало, такую обработку где-то через месяц необходимо будет повторить. Только две обработки этими препаратами дадут полное избавление от вьюна. А что вам лучше, механический способ вам предложить труд или химический, смотрите сами. До свидания. До новых встреч. Жду ваших новых вопросов.